Продолжаем тему взаимоотношения Украины на международной арене. Солдаты чужой войны украинских военных могут отправить в Ирак. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны. Как сообщили в пресс-службе ведомства, вчера, 14 января, в штаб-квартире НАТО прошла встреча вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам операции Джоном Манзой. Я проинформировал заместителя Генсека, что в Украине есть план отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как Альянс восстановит ее работу. Приглашение стать операционным партнером миссии Альянса в Ираке свидетельствует о признании ценности украинского военного опыта и профессионализма, рассказал Дмитрий Кулеба. Реагируя на сообщения украинской стороны, заместитель Генсека НАТО отметил, что для Альянса очень важно участие Украины в миссии в Ираке. Стороны согласовали следующие общие шаги по внедрению нового подхода НАТО. Один партнер, одна программа обсудили перспективы принятия стратегии национальной безопасности Украины и дальнейшей разработки стратегических документов на ее выполнении. Дмитрий Кулеба также проинформировал коллегу о работе с целью принятия парламентом необходимых законов в сфере безопасности и обороны, в частности, о законе о реформе СБУ. Подробнее о заявлении министра говорим с военным экспертом Олегом Стариковым. Олег, здравствуйте. Добрый вечер. Олег, скажите, участие украинских военных в операциях Альянса – это норма, необходимая при сотрудничестве с НАТО? Дело в том, что со времен обретения независимости Украины, Украина всегда принимала участие во всех, кстати, миротворческих операциях, в том числе и когда после операции «Бурая пустыня» Украина принимала там участие. Поэтому и наши представители были в Центральном командовании Штатов и в Багдаде, и имеется в виду в Ираке. Там даже у нас бригада была одна из самых боеготовых на той территории, которая получала неоднократно благодарность и командование Соединенных Штатов Америки. Поэтому мы всегда там сотрудничали с ними, мы всегда готовы сотрудничать по линии военной. И самое главное другое – дело в том, что согласно стратегической оборонной бюллетнию, мы к 2021 году должны прийти к оперативно совместимости, наши вооруженные силы должны подойти к оперативно совместимости с вооруженными силами стран НАТО. Вот это является одним из этапов, чтобы выполнить как стратегию национальной безопасности, так же самое военную докторину, новую редакцию и стратегическую оборонную бюллетнию. Насколько реально достижение подобной совместимости? Ведь остался, по сути, год. Вот это уже проблема. Дело в том, что мы взяли на себя обяз... То есть есть определенные критерии. Но критерии определены в речной национальной программе Педагиды комиссии Украины НАТО, который, кстати, отчитывался вице-премьер о выполнении ее за 2019 год. Я хочу сказать, вот кому интересно, может ее посчитать, ну, по моим данным, когда я ее анализировал, данная речная национальная программа выполнена где-то процентов на 30-40. Сейчас, я думаю, новая власть тоже сама должна писать эту программу, в принципе, она должна быть записана, и президент утвердил, это перед ПДЧ, это перед ПДЧ. Там есть определенные критерии. Там критерии во втором разделе, это речной национальной программы, висковые и оборонные пытания. Так вот, они из пяти разделов, вот эти висковые, второй раздел занимает где-то, ну, процентов 20, 20 процентов. А 8 процентов занимает экономические вопросы, политическая система, демократическое изменение, свобода слова, суды, прокуратура, СБУ и тому подобное. То есть, именно все, что реформирование страны. А именно, если брать военную составляющую, да, есть тоже определенные критерии. Так называемые, для того, чтобы перейти к оперативной совместимости, необходимо подписывать так называемые соглашения о стандартизации. Так называемые станаги, стандартизающие на гримен. Так вот, мы, согласно плану цели, взяли на себя принять 219 станагов. Всего их 100-300. Мы взяли 219. Так вот, во время режима Порошенко было принято 86 станагов. 86. Так вот, а во время сейчас руководства Зеленским и его министра Загородника, знаете, сколько было принято станагов? Не отгадайте. Ни одного. Ни одного. Так дело в том, что летом того года был принят закон про висковую стандартизацию, которая позволяет министру обороны не проводить эту большую процедуру, согласно закону стандартизации, там, комитеты через орган стандартизации, а именно ему самому это проводить. Так они до настоящего времени, законам определено, что с 1 января они уже должны разработать порядок, утвердить его и начать работать. Так они до настоящего времени не только не разработали порядок, он еще в сыром виде, и на той неделе проходило совещание, и он там, специалисты сказали, что он вообще не готов. Так вот, я так к тому говорю, отвечая на ваш вопрос, готовы мы подойти к оперативной совместимости или не готовы? Хорошо, в таких условиях, когда остается год, готовность, по сути, всего лишь пройдена на треть, чем обернется для Украины, для украинской армии, если мы не проходим стандартизацию до 2021 года? Ну, дело в том, что давайте разделим этот вопрос на два вопроса. Значит, согласно закону Украины о национальной безопасности, было разделено Министерство обороны и Сбройные силы. У нас некоторые до сих пор думают, кстати, и министр обороны до сих пор думает, что он командует вооруженными силами, а он не командует согласно этого закона. Он осуществляет военно-политическое руководство и административное руководство. Военное руководство осуществляет начальник генерального штаба, он же главнокомандующий Сбройные силы, а военно-политическое руководство осуществляет верховный главнокомандующий. Ну, господин Загороднюк, он бы закон не читал, он все думает, он командует в Сбройные силы. Так вот, реформирование вооруженных сил идет очень быстро. Я понимаю, это большая система, там очень надо проводить много трансформаций и тому подобное. Но вооруженные силы реформируются. А вот Министерство обороны, в принципе, ничего не притюрмает, еще и блокирует проведение реформ. Кстати, согласно законам всех и речной национальной программы, который сказал, многие функции должны Министерство обороны передать в вооруженные силы. Они не передают, потому что там деньги, там есть темы. Они не хотят Министерство обороны этим расставаться. Кстати, Министерство обороны стало центральным органом экономической влады и должно быть полностью демилитаризировано. Там вообще не должно быть никаких военных. А там 20% военных, пока не отдадут свои генеральские должности. Поэтому проблема сейчас не в вооруженных силах, а проблема сейчас в Министерстве обороны. Опять же, мы отошли от основной темы, с которой, собственно, начали общение. Давайте все-таки проговорим тему командировки очередной в Ирак. Насколько уместно сейчас, когда в довольно сложной ситуации находится наша вооруженная сила на территории страны, командировка специалистов в другие страны? И насколько эта командировка может быть каким-то предшественником того, что начнется противостояние в Иране, где Украине придется принимать уже участие? Нет, мы боевых действий там не принимаем. Мы принимаем миссии, которые проводятся у него в Штатах Америки. Там работа в Штатах, там есть сколько? 20 человек, да, едет? 20 человек, правильно? Или 30? 20 человек, да. Да, 20 человек. Это офицеры, которые будут работать в Штатах, в объединенных Штатах. Вместе повышать уровень твоей знания, то есть подходить, повышать свои знания для того, чтобы работать в наших Штатах и перейти к оперативной совместимости. Мы там, наши военнослужащие в боевых действиях участия не будут принимать. Это первое. Второе. Значит, любые контакты, любые учения с вооруженными силами стран НАТО идет плюс, а не минус, потому что наши военнослужащие видят, как у них происходит оперативная подготовка, боевая подготовка и тому подобное. То есть переход на самая стандартная НАТО, о которой говорил. Поэтому это люди, которые там обучатся, то есть взаимодействуют с такими же офицерами стран НАТО, они приедут сюда другим мировоззрением. У нас есть самая большая проблема, о которой, в принципе, никто не говорит, почему так медленно идет реформирование вбройных сил. Потому что надо перестроить мировоззрение от постсоветского, потому что у нас до сих пор военных училищ, ну, академия сейчас, еще учат постсоветскими по мировоззрению. А надо уже переходить на мировоззрение натовское, совершенно другое. Логика очень простая. НАТО, говорится, за мной, то есть он командир говорит, за мной, а в постсоветском говорит, как его, вперед. То есть командир сзади, а бойцы побежали. А в НАТО командир впереди на танке, он идет впереди, за ним идет его подразделение. Вот это надо переделать. Именно все основная проблема в головах. Спасибо большое за вашу экспертную оценку. Олег Стариков, военэксперт, был с нами на связи. На этом я с вами прощаюсь. А вот мой коллега Евгений Салтан уже готовит эфир на тему изменений в законодательстве. Парламент утвердил закон про фонд развития предпринимательства. Что это дает малому и среднему бизнесу, узнаете сразу после мировых новостей. Не переключайте седьмого канала. У нас, как всегда, актуально и интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!